Всем привет! Это Андрей Турцевич. Сегодня я продемонстрирую вам свою научную, псевдонаучную конструкцию. Модульную камеру из картона, которую я сделал своими руками, просто для того, чтобы отдохнуть от компьютера, от работы с различным софтом, от цифровых фотоаппаратов, что-то сделать руками. Вот я взял картон, ножницы, двухсторонний скотч, вырезал несколько разверток, взял зеркальце от пудреницы и построил вот такую вот камеру, которая в принципе в состоянии вполне полноценно фотографировать, потому что сюда можно разместить, поместить объектив, а можно поместить экран с маленьким отверстием и получится камера обскура. Вот смотрите, как эта штука устроена. Основной модуль, здесь на пленке я напечатал риску, и внутри этого модуля движется, должен двигаться фокусировочный модуль. Вот смотрите, фокусировочный модуль, и на нем тоже наклеена пленочка, на которой деление я перемещаю фокусировочный модуль, и могу получить резкость на экране. А экран у меня не простой, а экран у меня с использованием шахтного видоискателя. Здесь зеркало расположено под 45 градусов, сюда я устанавливаю фокусировочный экранчик, и предполагается, что фокусировочные экраны будут сменными, а что вы думали, крутизна, да? Будут сменными фокусировочные экраны, и такую вот еще деталь, это защита от паразитного освещения, от бликов. Ну так, да, изящно получается. Хотел, чтобы вы посмотрели, как это все работает, но покажу в следующий раз, а пока вот еще модуль объектива. Вот так сбоку это выглядит. Модуль объектива, вот он встраивается сюда, и здесь я предполагаю, несколько экранов с отверстиями различного диаметра расположить. А также вот я взял свой объектив от Zorkovo 4, старенький аппарат, уже не работает, но объективчик пригодится. И предполагаю, что здесь этот объектив можно закрепить. Единственное, что перемещать модуль, настраивать на резкость, нужно будет не перемещением кольца на объективе, а перемещением всего блока, потому что тяжеловат объектив для этой картонной конструкции. И вот такая вот подставка, которая позволяет это все изящно разместить для длительных выдержек. Как сами понимаете, с камерой обскурой будут длинные выдержки. Хотя я рассчитываю и портрет поснимать с помощью этого устройства. Как это дальше будет работать, и как же я переведу это в цифровое изображение или на пленку, вы узнаете в одном из следующих выпусков. Ну так, поделюсь впечатлениями. А сейчас пока комментируйте. Не судите строго, на самом деле это просто баловство. И как вы сами понимаете, речь идет больше в том, чтобы получше разобраться в конструкции современных аппаратов, нежели сделать что-то, чтобы полноценно работало и выводить его на рынок. С другой стороны, ведь камера обскура дает замечательное, неискаженное изображение. И люди, обладающие современной техникой, порой снимают объективы на дорогих аппаратах. И вместо этого проделывают в крышечке отверстия, прилаживают туда фольгу с проколотым иголкой отверстием, для того, чтобы получить ни на что не похожую, неповторимую по художественным характеристикам картинку камеры обскуры. Надеюсь, что эта камера будет давать интересное изображение. Посмотрим. Одним словом, друзья, я даже не знаю, стоит ли говорить об этом. Неловко, фигня, баловство. Но все же, если нравится, поддерживайте. Ставьте лайки, комментируйте. Продолжение следует. Продолжение следует.